У соседей по палате прикроватые тумбочки, забитые едой и вещами первой необходимости. Любовь Стант не шикует. На ее столике одиноко стоит полуторалитровая бутылка воды. Но судьбу пенсионерка не ропщет. Все хорошо, говорит она. Вот и внук навещал. Он после этого появился, да? Да. После сюжета, когда показали вас? Да. После этого пришел? Да. Но вы не обижаетесь на родственников ваших? Нет. Я говорю, Артема, смотри, будь умницей. 67-летнюю Любовь Стант выхаживает медперсонал 2-й горбольницы. Сюда она поступила в старой грязной ночной рубашке. Других вещей соседи в ее комнате не нашли. Пациентка поступила в тяжелом состоянии. Она нуждалась в постоянном наблюдении, в интенсивной терапии, что мы ей и оказали. На данный момент состояние пациентки находится ближе к средней степени тяжести. Эти кадры мы сделали месяц назад. В комнате Любовь Стант стоял непередаваемый смрад. На полу в сковородках тухло что-то малопохожее на пищу. Из еды больше ничего не было. Вот на чем она спала. Вот тут все пружины. Сегодня комната выглядит немного лучше. Зловонные отходы соседи вынесли к мусорке. В скорую я приехала, смирили давление. 60 на 40 у нее уже упало давление. Но сразу ей поставили здесь систему, капельницу. Потом пришла вот эта вот у внука Алена, сноха. Вот. И она говорит, вот. А что, мол, ты лежишь, ты живешь. И бегала туда-сюда. Когда она последний раз начали, бегала. Она уже неделю вообще была голодная. Неделю. Она в месяц видит буханку хлеба. Нерегулярные приемы пищи, отсутствие лекарств обострили серьезное заболевание Любови Стант. По словам соседей, пенсионерке пришлось ампутировать часть левой ноги. Сноха сказала в больнице, она, в принципе, когда принесла памперсы, она сказала, что ухаживать я за ней не буду, памперсы иметь не буду. Люди надеются, что помочь пенсионерке возьмется социальная служба, специалисты которой смогут пристроить ее в дом престарелых. Сегодня Любовь Стант перевели из отделения реанимации. Когда ее выпишут, ответить врачи не берутся. Между тем, соседи рассчитывают, что пенсионерка как можно дольше пробудет в больнице. Иначе ей просто не выжить, говорят они. Эльвира Ермакова, Петр Греков, Новости Татарстана.